Социальные сети уже давно перестали быть просто средством для общения. Вконтакте, Фейсбук и Инстаграм можно смело назвать торговой площадкой. Вот только вместе с безобидными магазинами одежды в интернет перекочевал и нелегальный бизнес. Торговцы морепродуктами на улицу со своим товаром не выходят. А вдруг рейд? Сейчас весь нелегальный краб, креветка и икра в сетях. Только не рыбацких, а социальных. Вот они фото, а под ними тысячи подписчиков. А гарантий, что на реальном базаре, что на виртуальном, никаких. Документы есть? Хочу у себя для продажи закупаться. Есть полный пакет. Звоните. А она не испортится, пока долетит? Или там с рефрижераторами доставка в холодильниках с определенной температурой? Не испортится. В термокоробке пакуем. Они три дня держат температуру. Подскажите, где выловлена рыба, из которой икра? Рыба выловлена в Славянке. Несколько убедительных комментариев и краб неизвестного происхождения продавался килограммами. Без последствий для доморощенных бизнесменов. Так было, пока не вмешались надзорные органы. Сотрудники звонят продавцу, якобы договариваются о покупке и выводят нарушителя на чистую воду. А в расхваленных деликатесах находят бактерии, которые в сотни раз превышают норму. Так управляющий одного из баров Владивостока продавал через интернет креветки. Почти даром. 200 рублей за кило. На деле выяснилась, щедрая цена обусловлена сроком годности. Он сам показал, что купил креветку за полтора года до проверки. То есть она все это время у него лежала, соответственно, уже стала негодной в пищу. Но он почему-то решил ее не выкидывать, не перерабатывать, не отправлять на корм животным. А решил ее продать. Дал объявление в интернете. Ну и в итоге сотрудники полиции и Россельхознадзора приехали, выявили все эти нарушения. Нарушители заплатят штраф, но покупателям такие морепродукты онлайн обойдутся гораздо дороже. Цена – собственное здоровье. Наталья Ладудько, Алексей Зданович, Панорама. Субтитры создавал DimaTorzok